Когда Цереру переквалифицировали в карликовые планеты, то самым большим и массивным астероидом стало считаться Веста. Этот астероид настолько большой и яркий, что его можно увидеть с поверхности нашей планеты невооруженным глазом. Всем привет, это канал Люди и Космос и видео об астероиде по имени Веста. Веста была открыта в 1807 году немецким астрономом Генрихом Ольберсом. Впоследствии его земляк Карл Гаусс предложил назвать вновь обнаруженный астероид именем древнеримской богини домашнего очага Весты. Орбита Весты находится в поясе астероидов во внутренней части в пределах основной щели Кирквуда. К плоскости эклиптики слабоэллиптичная орбита имеет умеренный наклон. Веста, оборачиваясь вокруг Солнца, не пересекает орбиту Земли. Полный оборот вокруг Солнца длится 3,63 юлианских лет. Размеры Весты в километрах 578 на 560 на 458. Этот астероид можно было бы считать карликовой планетой, если бы асимметрия его формы была немного меньше. У планет земного типа рельефный профиль составляет около 2% от радиуса самой планеты. Этот показатель у многих астероидов около 40%, у Весты он всего 15%. Температура на поверхности Весты составляет около минус 20 градусов по Цельсию, когда Солнце находится в зените, снижаясь примерно до минус 190 на полюсах. Средние температуры в дневное время около минус 60, в ночное снижаются до минус 130 градусов. Эти показатели относятся к началу мая 1996 года, когда Веста была в самой близкой точке приближения к Солнцу. Поэтому температура на астероиде может варьироваться в широких пределах, в зависимости от того, где он находится на своей орбите относительно нашей звезды. Следует отметить две особенности поверхности астероида. Это огромные ударные кратеры, называемые Риесильвия и Венинея. Риесильвия располагается на южном полюсе Весты и простирается на 500 километров. Это расстояние составляет 95% диаметра астероида. Глубина кратера – 19 километров, вершина центрального пика – 23 километра. Другой огромный кратер Венинея имеет диаметр около 400 километров. Веста обладает сложной геологической историей, что сближает этот астероид с планетами. Дифференциация внутренней структуры астероида происходила так – вначале образовались железо, никелевое ядро и каменная мантия. Затем начался распад радиоактивных изотопов, при этом выделялось много тепла, что привело к расплавлению значительной части мантии и ядра. На протяжении многих эпох мантия и кора Весты постепенно остывали и кристаллизировались. Поэтому минералы, составляющие астероид, очень разнообразны. Основанием для такого суждения являются метеориты и малые астероиды класса Ви, именно их родоначальницей является Веста. Признаки, характерные для астероида, не позволяют ему удерживать газовую оболочку. Поэтому ответ на вопрос, имеет ли Веста атмосферу, отрицательный. Крайне разряженная газовая оболочка существует на Церире. Другие тела в главном поясе не могут похвастаться такой характеристикой, как и астероид Веста. Ко всему прочему, астрономы считают, что на Весте существовала жидкая вода. Изображения, полученные космическим аппаратом «Рассвет», запечатлели изогнутые овраги и веерообразные отложения в восьми различных кратерах Весты. Все восемь кратеров, как полагают, сформировались в последние несколько сотен миллионов лет, что сравнительно недавно для астероида возрастом 4,5 миллиардов лет. Аппарат «Рассвет» также обнаружил признаки гидротированных минералов, материалов, содержащих молекулы воды, на поверхности Весты, которые также могут намекать на присутствие подповерхностного льда. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подпишитесь на канал, не забывайте про лайки и комментарии. Всем успехов и до скорого.